Здравствуйте дорогие подписчики! В этом видео у нас речь пойдет вот о таком интересном клиромайзере от компании OBS. Называется он V-Tank, вмещает 6 мл жидкости, выполнен из 304 нержавейки. Давайте посмотрим на него более подробно. Погнали! С магазина AV-40 ко мне данный клиромайзер приехал вот в такой вот очень симпатичной, очень яркой презентабельной картонной коробке. Есть такие выемки, чтобы удобно все это дело вытаскивать, здесь название производителя, изображение. Опять все это дело повторяется, ссылка на официальный сайт, название клиромайзера. Комплектация, проверка на подлинность, указан вариант расцветки. Здесь встают такие галочки, они нам говорят о том, что в комплекте есть три вида необслужек, о которых пойдет сегодня речь. Блин, к сожалению, нет эрбобазы, которая могла бы быть, между прочим. И обзор поэтому, наверное, таким уныленьким получится, так как необслужки мотать нечего, ничего интересного. Вот такой вот зип-пакетик различной оринги, запасное стекло, так же, так же, так же, так же. Вот такая вот интересная инструкция, но здесь я не знаю, на что смотреть, ничего здесь сверхъестественного. Акцент они делают на заправке, показывают, каким образом заправляется, то, что нужно пропитать необслужку. Вот такой вот пластиковый дельвиновый дриптип, который имеет вот такие якобы радиаторы. Сидит на двух орингах, ну и давайте его померим, наверное, я думаю, это интересно будет. Высота данного дриптипа составляет 43,8 мм. Вот такая получается голанда-чесалочка. Давайте я, наверное, сразу тему закрою. Ну и скажу так, то, что вкуса с данной голанда-чесалкой становится меньше, ну и так же пар становится водянистым, прохладным. Я думаю, здесь все и так все прекрасно понимают. В общем, вот такой вот прикол от компании ОБС. Диаметр данного клиромайзера составляет 25,5 мм. На посадке, конечно же, он будет отличаться. Здесь уже 24,5 мм. Высота клиромайзера составляет 44,5 мм с родным вот этим небольшим дриптипом 59,3 мм. Также у меня весы готовы. Давайте взвесим, посмотрим, сколько это дело будет весить. Там есть немного жидкости, ну 65,8 мм. Из так называемых конкурентов только ТВ-12. ТВ-12 выше, ТВ-12 больше по диаметру. Ну и, конечно, по дизайну довольно сильно большие отличия. Также, давайте я вам покажу сразу необслужки. Вот у нас необслужка от ТВ-12, здесь у нас необслужка от Витанка. Они отличаются по диаметру, поэтому необслужка от ТВ-12, к сожалению, не подойдет. Но, насколько я знаю, подойдут необслужки в данный клиромайзер от ТВ-8. В верхней части бака дилериновый дриптип, который сидит на двух оринках. Гравировочка ОБС, причем с двух сторон находится также вот такая вот точка, означающая, говорящая нам о том, что здесь находится заправка. Систему вот этой заправки я не совсем понял, так как в ОБСС эту крышку, по-моему, можно было раскрутить. Здесь у меня раскрутить ее не получилось. Вот такое широкое, довольно-таки классическое отверстие для заправки. Сразу минус данному клиромайзеру, после того, как мы закрыли, вы заправили, обнаруживаются вот такие вот подтеки. То есть, после каждой, после каждой заправки нужна будет салфетка, чтобы все это дело вытереть. Причем, неважно, попала у вас куда-то жидкость, она сама по себе там образуется. Это так называемый конденсат. Второй минус данного клиромайзера, после того, как я его закручиваю, закручиваю я его достаточно плотненько, у меня его не получается раскрутить. То есть, я его вот так вот пытаюсь бесполезно. Получается это сделать только каким-то пинцетом. Здесь находится стекло, которое сидит на красном оринге, поменять его можно в комплекте запасное. Вот эти воздуховоды находятся так слегка приподняты, то есть, здесь как бы может спокойно скапливаться жидкость. Ну, это что-то вроде коллектор танка, как это было в кайфунах Лайт или в кайфуне 3.1. На базе вот такое колечко для регулировки затяжки. В обе стороны имеет стопор и имеет удобные насечки. Всего здесь 4 такие большие прорези, затяжка у данного клиромайзера очень легкая. Снизу дизайн БМБС, сертификаты, название клиромайзера, плюсовой пин совершенно не выпирает. Но это понятно, на механические моды куда-то там, на такие вот подобные девайсы это и дело накручивать, я думаю, не стоит. На последнем месте в моем топе будет необслужка под названием V4. Здесь стоит обычная большая параллелька, в общем большой диаметр намотки. 0,15 Ом сопротивления от 120 до 260 Ванн. Но лучше всего от 140 до 230. Одна из проблем данной необслужки это то, что где-то около первых там 30-40 затяжек чувствуется какой-то привкус неприятным, какой-то клея, что-то неприятные какие-то привкусы, примеси. Причем проблема эта и есть на всех остальных двух необслужках тоже. Данная необслужка довольно неплохо себя показала по навалу вкуса передачи, здесь оставляет желать лучшего. Довольно посредственная вкуса передача. Я бы даже сказал, такой разбавленный, мягкий, даже более ватный такой вкус. Получается так же данная необслужка, очень легко и просто разбирается. То есть можно будет это все дело при желании перемотать, но все-таки я не советую с этим связываться. Лучше приобрести РБА-базу. На втором месте у меня V8. Тоже сопротивление 0,15 Ом. От 90 до 180 Ватт, лучше всего от 110 до 160. А здесь вот такие вот 8 койлов, которые помещены в 4 отверстия. Может кому-то показаться то, что их всего 4, на самом деле их 8. То есть одна сверху, одна как бы получается снизу. На первом месте у меня V12, это 12 спирали вот в таких вот 6 отверстиях. Тоже сопротивление 0,15 Ом, от 60 до 150 Ватт. Вот эта необслужка, конечно же, по вкусу превзошла все те две, которые я вам показал до этого. Очень неплохая, я бы даже сказал, очень классная вкусопередача. И однозначно по вкусу вот эту необслужку я выделяю среди двух остальных. С подачей жидкости у нее тоже все замечательно. Причем я пробовал, я сейчас покажу вам. Вот такую вот жидкость. Обыкновенный гудрип у меня здесь. Голубика. Это 80 на 20 проблем с такой жидкостью на данных необслужках. Что на вот этой, что на вот этой. Или на той, которая у меня на втором месте. Я совершенно не заметил нормальной подачи жидкости. Нет голодания и ватки. Из плюсов данного плюромайзера я отмечу неплохой дизайн, неплохое качество сборки. Вмещает он 5,3 мл жидкости, это на любителя. Но также, наверное, отмечу неплохой вкусопередач, но необслужки V12. Также комплектация, запасное стекло, запасные ринги. Очень интересная вот такая вот голандочесалочка. Хотя толку от нее я совершенно никакого не вижу. Из минусов. Из минусов. На самом деле много минусов. Заправка мне такая совершенно не нравится. Тем, что вы после каждой заправки будете салфеткой вытирать вот эти подтеки. Ну и, наверное, то, что базу после того, как вы ее загрутили, вроде бы не прикладывали усилие, приходится раскручивать ее как-то при помощи вот таких вот пинцетов. Я койлджеком раскручивал много раз. В общем, вот качество резьб здесь не самое хорошее. Постоянно что-то где-то заедает, что-то где-то закусывает. Еще один минус, который меня тоже не порадовал. Это не самый лучший вкусопередач на двух необслужках V4 и V8. Вот такой вот клиромайзер, друзья, кому интересно, ссылочка будет в описании. На этом у меня на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока-пока.